Нужно как-то зарабатывать. Но это иногда полезно, и перед некоторыми я ставлю задачу возвращаться к своей работе, продумывать, проживать ее. Вот. И мы сказали, что сейчас мы будем иметь дело с брезгливостью. Мы будем иметь дело с брезгливостью, с повторяющейся ситуациями. Сейчас, секунду. Секунду. Итак, подумайте сейчас, как вы относитесь, когда у вас возникает чувство... Это чувство может отникать от грязи, от слизи, от люзей. Боже, Лесенька, кошечка, что ты хочешь, моя дорогая? Сейчас, ребят, подождите, кошку выпущу. И так. Я предложила каждому подумать об этом. Об этом состоянии. Даш, выпусти, пожалуйста, Люсю. Кошкин домик у меня стоит, и еда тут стоит. До двери закрываю, получается так. Подумайте. Скажите, у вас есть люди, от которых вас тошнит? Вот кто вот так вот сделал, тому верю. Кто хотя бы так задумался, тоже верю. Кто сказал, да нет, нет, всех люблю, не врите. Я сейчас пять имен назову, и я всех будет вот так вот. Это нормальная ситуация. Но посмотреть, почему именно так я на это реагирую, вот это задача каждого... Я предлагаю вам это как задачу каждого из вас. При этом я позволю себе, Марина, я вот размышляю, через что с тобой идти. Я позволю себе с тобой идти от твоего тела, от твоего состояния. Те, кто учат у нас на курсе, уже понимают, о чем примерно я веду речь. Потому что как чувствует себя мой организм, в каких программах он работает, силой мысли можно изменить. Но для этого надо взрастить дух. А тем, кто из 24 часов не находится в 24 часа в медитативном состоянии и в практиках хотя бы 3-4 часа, там, ну давайте враньем заниматься не будем. Сказать, что я духовный человек, это... Можно сказать, что я водитель, а машины нет. Точно так. Поэтому мы сделаем так. Я сейчас... Нас попросили о работе. Я бы... Маринка, ну ты только не делал такое серьезное лицо. Мне уже страшно. Не-не, все нормально. Да, нормально. У нее состояние ожидания, что сейчас что-то произойдет. Не-не, не-не. Итак, я попрошу, я попрошу, Мариночка, Мариночка Солнечная, это Мариночка Небесная, голубенькая, резоненькая, а это Мариночка Солненькая. Я попрошу тебя быть информацией о фокусе. Я просто пишу слово фокус. Доброе. И расшифровываю, наблюдай сразу. Марин, ты наблюдай, как она изменилась, не изменилась, как себя ведет. Я пишу слово фокус и уточняю. Это естественное поведение Марины сегодняшней в ситуации, когда она возник, когда она соприкасается с грязными, по ее мнению, с возможно грязными, по ее мнению, поверхностями. И сюда же я отношу, ну, допустим, навязчивой мучьей рукой. То есть вот это симптомы разных, возможно, связанных, возможно, нет. Но это симптомы, которые тебе мешают. Я правильно понимаю, Марин? Да, да. Я бы еще хотела, можно уточнить, ну, момент прояснить. Вот, если мы говорим, допустим, там, про брезгливость, ну, мою, и, ну, типа, там, говно нужно брать за кем-то, вот, чтобы понятно было там, да, то у меня нет прям такой брезгливость, ну, типа, там, мне плохо не становится, я не теряю сознание. Но мне хочется потом отмыться от этого, то есть... Вот это все укладывается в одно. То есть у меня нет такой, типа, реакции, как на кровь, да? Мне хочется руки отмыть, всю одежду перестирать. Услышал тебя. Вот, вот, вот. Пойми меня, о чем идет речь. Силу знаний я все это укладываю, упаковываю сейчас вот в этот момент. Это испусковой организм. Но здесь так, ребят. Брезгливость – это что? Отвращение и нежелание имеют дело с тем, что перед тобой. Человек, предмет, там, что-то еще. Мы просто сокращаем. Здесь абсолютно у каждого человека в своей библиотеке памяти, свои ассоциации, свои связи на конкретные слова. Мы в этом можем утонуть и запутаться. В этом тонет и путается психология. В этом тонет и путается философия. Вот поиск того, как вот все... Это вообще одну формулку вывести. Мы это назвали. Дискомфортное состояние. Вообще, я могла сказать, фокус – это дискомфортное состояние, которое ты рассказывала. Марина, что происходит? Что с тобой? Со мной? Нет, нет. Нет, это я. Фокус. Фокус, да. От я, Сави, це слово почула фокус. Я сфокусувалася на надписи. У меня тут надпис на планшеті. И надпис написано максимум. Я вся там, я зосереджена, я сижу, як, ну, тобто, ручки складені, видно, да, мене? Мій погляд саме там, я зібрана, в мене височі губи. Я настільки зосереджена, я настільки зосереджена і сконцентрована, прям, ну, от, як би цей стан сказати, от максимум. Моё тіло все напряжене. Ну, на, я прямо така. І сижу, дивлюсь туди. Нікого не бачу, не чую, я вся там. І от так. Я щас маленьку ремарку сделаю для окружающих товарищей. Скажите, относите ли к понятию гордыня, зверхність, состояние категоричності? Состояние, когда вы тот, кому надо, щоб все було идеальною, или нет? Просто прикиньте, подумайте, що стоїть сейчас за тем, що транслирується Марина. Це я, Мариночка, клієнт, просто накидываю товарищам, над чим вони зараз можуть для себе працювати. Тому що завжди за любой інформацією, словесною, чи чувственною, обязательно щось стоїть. І зараз ми посмотрим следующее. Богдан, будь, будь, пожалуй, інформація о состоянии печени клієнта. Я пока так і вот цим словом тебе, Марина, ковдам звати. В настоящее время. Лена Крюкова, побудь, пожалуй, інформація о состоянии сердца Марины в настоящее время. Разворачиваться, так разворачиваться по-взрослому. А ты сразу, кого я назначаю? Богдан, махни рукой, щоб Марина тебя видела. Лена, махни рукой, щоб Марина тебя видела. Обращаю внимание, как у них уже поменялись лица. Марина, фокус, на кого реакція? На печень, на сердце? На кого більше? Фокус. Печінка. На печень. Хоча сердце бачу так уж. Але перше, як до печінка. Я сейчас дальше расширю. Просто наблюдайте. Оля, інформация о состоянии селезюнки в настоящее время. Инга, інформация о состоянии лёгких в настоящее время. Энергоинформационное состояние лёгких Марины в настоящее время. Таня Феденко, я могу попросить тебя быть информацией о состоянии почек? Таня, ты меня услышала? Да, да, вы услышали, да. Ребёнок. Информация о состоянии почек в настоящее время. Внимательнейшим образом. Да, ін. Печень, что происходит? Да, как только взял состояние, у меня тело стало каменное, особенно живот. Особо сильно поджат. Вот, и потом в течение времени отследил, что начинают руки, ну, прямо от плеча, да, кучать вместе с ногами. И по мере того, как больше было назначений органов, у меня такое ощущение было, что с каждым назначением мне больше, будто бы больше всё вытесняет и вытесняет. Из какого-то, не знаю, пространства, что ли. Вот, дыхание отсутствует, и вот взгляд в одну точку, перца и всё. Руки и ноги, вот, прямо физически, прямо аж конкретно. Может ли музыка здоровья звучать гармонично, если печень находится в таком состоянии? Вопрос для размышления просто. Здесь есть студенты, Марин, которые уже понимают, о чём примерно идёт речь. Ну, посмотри. Если нет баланса в организме, а у нас что получается? Печень-то другие органы не видит. Это я твоё внимание пока подкидываю. Угу. Захочешь, пойдёшь в учёб, сама всё это будешь знать. Сердце. А я же сердце не назначила, что вот сердце. Было сердце. Сердце-то куда делось? А будь-то выбыло. Угу. Значит, сердце у нас просто выбило. Жизнь большая. На слово сердце обеда всплывает, да? То есть есть реакция у печени, есть реакция на слово сердце. Я сейчас пока побуду сердцем, если оно не вернётся. Опа! Меня перекосило в правую сторону. Задержалось дыхание. Я ощущаю физическую боль в сердце, не вижу никаких других органов. Ага, я поняла. Сейчас послушаем, что сердце скажет. Угу. Пока сердце подключается, у меня на ваши слова я закрываю ротом. Угу. Лен, мы тебя сердцем назначали? Да. Меня выбило. Правильно. Потому что я сейчас, я взяла информацию ещё и на себя. Ребята, я задыхаюсь, говорить не могу. Меня вправо клонит прям до невероятных, как их зовут. Какие у тебя ощущения, Лена? Ну, у меня, во-первых, когда меня назначили, такая сразу реакция. Я на печень посмотрела, мне тяжеловато стало, когда на печень посмотрела. Но когда появилась селезёнка, мне вообще затошнило. Ну, то есть вот это вот. И самой мне очень нелегко. Какое-то удушье давит в груди такое. Сейчас что-то дополнительно появилось? Меня морозит на слава сердца. Я еле-еле поверхностно так дышу. Вообще ещё такое состояние, и идёт такое, я как в тюрьме какой-то, меня со всех сторон зажало. Какая-то такая несвобода, как в тюрьме. Марин, как тебе-то, что тут происходит? Клиент наш, Марин. Ну, сначала как-то так. А теперь понимаешь, что вот это вот как в тюрьме, эта жалость. И сердце начало болеть, когда вы начали про сердце говорить. Пойми правильно. Сегодня я пока ещё не встретила расстановщиков, которые работают именно вот так, как мы. Ну, здесь много студентов работаем, да? Ну, что показывает? В организме нет баланса. Лёгкие. Кого видишь? Я практически никого не вижу. Я вообще не смотрю на экран. Каждый орган живёт в своём режиме. Ты придёшь к доктору по печени, он тебе печень будет лечить. Ты придёшь к доктору к другому, он тебя обследует, скажет. Вообще, во-первых, если тебя обследуют, скажут, тебе всё нормально. Я сейчас примерно тебе состав крови могу расписать, который у тебя найдут. Потому что долго ли умеешь, если знаешь, что... Ну, если ты знаешь, из чего борщ состоит, ты же глянешь, скажешь примерно, что там, да? Так вот, если ты знаешь, как человек... То есть, Марина, тебе очевидно, что твои органы друг друга не видят? Ну, пока... Ну, я слышу. Вот всё, этого достаточно. Можно я скажу? Да, конечно, говори почки. Когда меня назначили, сразу стало в правой почке ощущение неприятное, а потом... Ну, в общем, мне стало страшно. И этот страх пошёл как-то в ноги. Вот ноги, какая-то внутренняя дрожь. А почки, ребятки, почки – это в первую очередь ясность мышления, это память. У каждого органа много, но почки – ясность мышления, это память, это энергия жизни, это энергия пищеварения, это энергия. Это энергия. Сердце, что сейчас происходит? Лена, сердце. Всё, буквы... Ну, у меня такое вообще тяжёлое состояние в этом теле. Почки вообще бы я не хотела видеть, ну, честно говоря. Потому что если я с ними соприкасаюсь, мне ещё хуже как будто. Вот почки звучали, сейчас я такая думаю, о, а что у неё почки есть? Ну, у меня такое сразу сердце, что разве почки есть? У меня ко всем к вам вопрос. Я хочу углубить нашу работу. Ребята, когда говорят сердце, вот сердце перекачивает кровь. Со словом сердце в этой ситуации, как мы сердце все называем? Ну, мотор и насос. Если сердце, мотор и насос, то тогда мама молочная ферма. Ловите мысль. Как мы относимся к своим органам? Почки, фильтр, сердце, насос. Значит, тогда мама молочная ферма. Какой-то период. А потом, зачем она нужна, если молоко перестала давать? Улавливаете? В какую глубину мы сейчас с вами можем пойти? И я хочу, Марин, для тебя быть убедительной. Сейчас у тебя хорошая генетика. Ушки большие. Вот получила ты её от своей системы, так? И пока ты её эксплуатируешь. А потом при таком напряжении, в котором находятся органы, сыпаться начнёт. Сегодня мы работаем на твоё здоровье. Завтра. Но у всех этих напряжений есть причины. По окончании твоей работы мы будем работать с почками, со страхами. Все. Итак, сейчас будьте внимательны. Все, кому я дала назначение, у вас у всех будут вторые назначения. Поэтому возьмите информацию, которая есть. Ну, вы здесь все опытные, можно и так. Ну, ладно. Информация, которая есть на вас, вы можете перенести на любой другой предмет. Но каждый из вас на любой другой предмет. Прямо вот так раз. Здесь та информация, которую я несла для клиента в качестве... Я так? Я так уже? Все. Не, Маринка, ты сиди. Вот. А теперь мы сейчас посмотрим, о чём молчит. О чём молчит фокус. Марин, у тебя есть предположение, о чём фокус молчит? У меня? Да. Что стоит за твоими состояниями? Не напрягайся, у тебя их не может быть. В твоей библиотеке памяти нет таких названий, нет тех знаний, которые позволили бы... Я просто предполагаю, может, они там есть, но не настолько, чтобы ты их легко вытащила из архива. А можно ещё уточнить? Ты сейчас за телом наблюдай. Богдан, дополнительное назначение. О чём? Молчит. Фокус. У меня сразу тело скукожилось, как будто бы усохло. Вот образ вот этой вот сказочной Бабы Иги. Длинный нос, такой вот всю. Вот. И причём, что я смотрю себе под ноги и... то ли в каком-то ожидании, то ли что-то такое вот не разберу. Мариночка, будь внимательна, скажи, кто из родственников приходит первый в голову, когда слышишь, что сейчас говорил Богдан? Принимать ответ не знаю. Итак. Вспомнила я свою прабабушку Полю. А я её никогда не... Ну, не помню, но я просто знаю, что она была похожа такая маленькая с длинным носом. Тебе рассказывали или ты видела фотографии? Ну, фотографии видела, это, да. Богдан? У меня звучит, у меня звучит, да. У меня это было. Да, у меня так уж почула. Угу. Хорошо. Угу. Я сейчас постараюсь оставаться предельно корректной и не лезть туда, куда нас не звали. Или кого-то из вас бабушка Поля звала? Нет? Меня точно нет. Что ты смеешься? Он такой серьёзный мужчина. Хихикает он на такой серьёзной работе. Я просто не буду ничего уточнять и спрашивать. я введу дополнительную информацию. Оля Селезёнка, ты сейчас кому принадлежат страхи, которые демонстрировали почки? сейчас посмотрим. Ну, мне сразу захотелось от вас всех отвернуться. Угу. У меня очень много обид. Очень много обиды. И я прям так сверхнен на вас стих. И это, знаете, когда обиды столько, что ты из-за обиды делаешь вид, что тебе всё равно. Слёзы пошли. Слёзы стоят, стоят, они не идут, стоят. Я смотрю вправо, и я от вас всех отрезала вас всех. Таня Феденко, почки, какие реакции на все эти события? Ну, я вообще не смотрю ни на кого. Смотрю влево на улицу. Вообще не хочется на вас всех смотреть и видеть, как вас. Ребята, обратите внимание, у меня была мысль предложить почкам быть вот кому страхи принадлежать. Ну, я считаю, что я правильно сделала, что не назначила и дала другому человеку. Сразу у тайны фокуса, возможно, у прабабушки Поля, да, возможно, и у страхов, которые живут в почках. Ребята, вот тут это всё очень условные вещи, да? Есть крутая реакция. Возможно, есть какие-то легенды, истории. Кого же обидела бабушка Поля? Или кто обидел бабушку Полю? Почему? Почка. Говори, Богдан. я хотел бы добавить по этому поводу, потому что у меня уже последние две минуты формулировка из разряда «почему ты, а не я?» и затем пошло такое, что лучше бы меня забрали не тебя, что-то с этой оперой. Оля, какая реакция на эти слова? Ну, я сжала левый кулак, но у меня, да, я оба кулака сжала, я так вот держу руки, кулаки, кулаки, ну, так вот руки, но кулаки держу. Ну, то есть, по сути, у меня деревянное тело, я вот как перекошена в эту правую сторону, шея деревянная, но это странно отрезать всех и послать такое прям столько обиды, что я прям и сжимаю кулаки. И шея деревянная просто. Говори, Богдан. Да, я хотел тоже отметить, что вот у меня, как я взял вот уже вторую фигуру, у меня область живота брюшной абсолютно тоже деревянное, дерево, дерево. Я не могу не рожаться, ничего, закрываю глаза и вот у меня желание умереть просто из-за вот этой ситуации, обстоятельств. Как классический обученный расстановщик. Я сейчас могу идти так, как учили. Но я начала с чего? Все картинки, которые есть у меня в голове, это чьи картинки? Мои. Знания чьи? Мои. Но они все пришли откуда? Оттуда. И больше всего, кто с нами работает долго, кто в обучении, вы знаете мой страх, не спешим интерпретировать, потому что это будет наложение нашей библиотеки памяти на то, с чем мы столкнулись. Мариночка, что ты можешь знать о тех тайнах, о тех трагедиях, о тех обидах, которые были у бабушки Поля? Ты что-то можешь знать об этом? Ну, я буквально недавно узнала, и то я... Пойдем дальше, даже можешь не продолжать. Да. Я не уверена, что я правильно это все поняла. Вот. Ты не можешь об этом знать. Вот мы сейчас это лезет. Оно звучит. В твоей жизни оно звучит. Это часть того, что побуждает к этой вот неприятности, к грязи, к страху, что ты будешь соприкасаться. Посмотри, это отголоски тех событий, которые были там. Мы не можем утверждать, что там было, но оно вылезло. И ты посмотри, сколько там боли. Ты посмотри, посмотри, сколько Олечка демонстрирует боли. Почки что-то меняются, Таня? Почки. Я замерзла, пошла, закрыла балкон. Холодно в руки и колено начала болеть, правое. Понимаете? То есть мне, как человеку, который уже давно работает, потому поколение, да, мне понятно, что это уходит далеко. Это еще уходит еще дальше твоей прабабушки. То есть, ребятки, классика. прабабушка. Вычеркнуть из сердца, не позволить себе чувства, не уметь сказать о чем? О чувствах. Не уметь что? Договориться, закрыться, возненавидеть весь мир, остаться в своей обиде. И проходит десятилетие, одно, второе, третье, четвертое, появляется красавица Марина, которая семью создала, все хорошо. есть симптомы, которые отравляют существование. Правильно, Марина? Да. Насколько для тебя очевидно, что пусковые механизмы твоих неприятностей лежат очень далеко за тобой? Насколько для тебя это очевидно? Я понимаю, что у меня по папе непростой такой род, что, ну, очевидно. Какие слова говоришь? Простых родов не бывает. Тебя столкнулась с системой твоего мужа, отца, твоих ребенка. Для чего? А для того, чтобы ты узнала, кто ты, что ты, зачем ты и подумала, через что перешагнуть. А внимание, через претензии, через обиды, через вычеркивание, пока ты перешагнуть не можешь. Это так? Через обиды не можешь. Тихо, 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 тихо. Я же не имею права раскрывать все, что было у нас с тобой в консультировании. Ты серьезно работаешь психотерапевтом, но какое достижение? Ты научилась отстаивать личные границы, понимать, что мне надо, чтобы мне было хорошо. Ты этому научилась. И перешагнуть через претензии к... остаться в терпении к... Ты приняла решение этого не делать. Я правильно понимаю? Я приняла решение не общаться с этой женщиной, если... Не только с этой женщиной. Там много людей. Тапочки, не те тапочки. Я просто не хочу все рассказывать. Я хочу, чтобы ты сейчас сама догнала, увидела эти вещи. Это сложнейшие вещи. Про тапочки я что-то не помню. Папа. А? Папа. Папа. Не те тапочки. Не тогда, не туда. А, да-да-да. Смотри, как ей трудно вспомнить сейчас эти вещи. А я взяла обязательство быть максимально корректной. Ребята, нет, ну, понимаете, если очень надо раздеться публично, я не против. Ну, если я буду знать, зачем это надо, во имя чего это надо. А это нормально не хотеть раздеваться перед людьми. Согласны? Вот и все. Поэтому я стараюсь вот где-то и на сказания там подтолкнуть, еще что-то. невольно все равно мы царапаем друг друга. Это, ну, так вот оно складывается. И что сейчас происходит у нас? Почки, что с вами происходит? Ну, я вся скукоржилась, мне холодно и тревога уже в сердце. А теперь смотри, Танечка, я не случайно, я не понимаю, вы же уже многие знают, я не думаю, когда делаю назначение. Меня куда кинуло, того я назначаю. Таня, у тебя предельно непростая судьба. Таня, здесь вообще я не знаю, что такое простая судьба. Другому рано, непростая. Понимаешь? Вот я его убиваю, думаю, гаденыш, что же тебе сюда принесло-то? Таня, то, через что ты прошла, вынашивая Пашу, рождая Пашу, живя дальше, это невыносимо тяжелые вещи. И то, в каком состоянии твои почки находятся, вот сейчас, сейчас работая для Мариночки, внеся информацию о почках, ты находишься в работе в первую очередь для себя. Потому что те напряжения, которые ты прошла, и вопросы к твоим почкам, к почкам Пашеньки, что, посмотри, ясность мышления, скорость мышления, память замечательная, быстрое переключение внимания, это же желательно для тебя, правильно? Но оно не совсем так работает. Я вообще, я в шоке от тебя. У меня что-то мы с Дашей так, знаешь, как мы в шутку ставки делаем, удержится, не удержится, кто удержится, кто не удержится. Но это же наше, которое позволяет нам стремиться быть доступными. Ух, как это сложно. Я в шоке от того, что ты с нами удерживаешься, Таня. Я тоже в шоке. Я тоже постоянно кремлю. А я что-то, манипулятор большой. Что ты пишешь? И тобой они манипулируют, знай, работают профессионалы. Ну, что-то скажу еще другого. Гордюсь. Ладно, все наши хихи и так далее. Тайна фокуса, что с тобой происходит? У меня уже такое пошло вот осознание последнюю минуту, что я будто бы уже устал находиться в этом. То есть у меня уже пошло какое-то, ну сколько же можно, уже какой-то есть позыв как-то решать это что-то. Есть движение, назовем это коротко. Да. Есть движение. Вы же все логику выключили. Посадили его рядышком. Потому что если мы сейчас пойдем по логике, то у нас будет мама молочная ферма. У нас сердце насос. Мама молочная ферма. А папа кто? Работник на молочной, для молочной фермы. Все очень просто. Страхи, что происходит? Уже мне так плохо. У меня такое ощущение, что у меня руки налились кровью, кулаки именно кровью. И они прям такое ощущение, что жилы лопаются на руках от этого напряжения. Они настолько налиты. Я же жата, но я настолько жата. Но это такое упрямство. Такое, типа, что нет. Мне настолько плохо и настолько, ну тут двойное. И такое упрямство нет. И я все больше сжимаюсь. И мне это еще больше. Прям вот реально плохо. Прямо проживать информацию плохо. Давай, Богдан. Да, я впервые посмотрел вообще в экран и вот обратил как раз таки внимание на страхи. На Олю. И когда я на них смотрю, у меня будто бы вырастает возможность с ними контактировать, что ли, как-то. Скажи громко. я тебя вижу. Я больше становлюсь, чем страх. Скажи так, я тебя вижу. Я тебя вижу. Оля, какая реакция на голос? Ну, я слышу, но у меня такое, типа, да пошли вы все нахер. Ну, то есть, я понимаю, что мне нужна помощь, мне очень плохо, но я себя сдерживаю и всех посылаю. То есть, отрезала все. И обратите внимание, сколько этих тайн, почки, вот так сидит Таня. И у Марины опять. Для меня это показатель. Быть в вопросе, корректно ли нам лезть, нашего ли это ума дело. Мы сейчас проверим. Мариночка, выпрямись и скажи, мне жаль, я ничего об этом не знаю. Мне жаль, я ничего об этом не знаю. Какая реакция, Оля? Не хочу сказать, и ты пошла нахер. Простите, но реально. Тихо, Оля, работаем. Ну, у меня вот это зажатые кулаки, вот я так, как зажато сижу, под подмышкой, вся зажата, вот так просто. Лена, информацию о сердце положи его рядом, ты то, на кого злиться. Спасибо. Микрофон, да. Взгляд сразу с экрана при назначении уходит вниз. Не хочется смотреть на экран, а смотрю как будто в землю. Не хочу в глаза людям смотреть. Это такая защитно-оборонительная позиция, ни на кого не хочу смотреть. Лена, внимание, реагирую на мой вопрос. Ты от него избавилась? Нет, такое, да, я ненавижу. Мне невыносимо это слышать. Еще раз, Богдан? Невыносимо это слышать, я прямо разорвать хочу. Ух ты, какие истории, о которых люди не могли даже что проговорить. Цифра, число какое возникает, Лена, если спрашиваю? Тройка идет. Три месяца или три? Нет, третье поколение. Там события какие-то произошли. Это, или скорее, ой, ёски. Ты мужчина или женщина? Ты сейчас кто? Женщина. Еще раз? Женщина. Женщина. Потому что у меня мелькает, мелькает у меня. и видишь, как фокус говорит, в смысле, держится. Марина, скажи, это ваши тайны? Это ваши тайны. Я вижу, как они тяжелы. Я вижу, как они тяжелы. Какая реакция на ее голос у кого? У меня вздох пошел, и я потихоньку оттягиваю себя от этой злости, ненависти, которая вот была направлена. Марина, выпрямись еще и скажи, я теперь вижу, как вам тяжело и больно было там. Я теперь вижу, как вам тяжело и больно было там. Отголоски вашей боли я проживаю в своих симптомах. Отголоски вашей боли я проживаю в своих симптомах. У меня такое идет прям, я чувствую согласие с этим. Извините меня, пожалуйста. Я пользуюсь словом извините, исключите из вины. То есть, это когда в молитвах просят за вольное и невольное прегрешение, да? Вот так, извините меня, пожалуйста, и хорошо склони голову. Извините меня, пожалуйста. Склони, склони, сиди, склони. Извините меня, пожалуйста. Посмотри, фокус обрадовался, что мы дальше лезть что? Не будем. Склони, склони, склони голову, сиди, тяни, тяни. И вы, извините меня, пожалуйста, извините. Вот про себя сиди, говори. Почки, что происходит? Мне просто глаза хочется закрывать. Легкие, что происходит? Ой, а я же сняла образ. Оденьте опять? Одень, одень. Просто, видишь, я не стала идти дальше. Вот сейчас, давай. Ну, я увидела страхи, увидела тайну. Мне нравится, что фокус вот идет. Вот так вот делается. Я подняла взгляд на экран. Марина, не поднимай голову, говори, не поднимай голову, говори. Я знаю свое место. Я знаю. Тихо, тихо, слушай. Я знаю свое место. То, что не моего ума дело, я туда не полезу. С уважением к вашей памяти. Я знаю свое место. То, что не мое... Не моего ума дело. То, что не моего ума дело, я туда не полезу. Я знаю свое место. Сиди, сиди, сиди. У кого реакция на эти слова? У меня есть реакция. Такая спокойная, что и правильно делаешь. Да, я клиента увидела. У меня то же самое пошло. Похоже. Смотрите, когда ложится пословица или поговорка, я всегда выравниваюсь. Это значит, что мы где-то идем нормальной дорогой. Что подходит? Не буди лихо, пока оно тихо. Не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Ребята, вот это про принятие. Да. У меня прям мурашек, но вот это не буди лихо, пока тихо. Да. И принятие, да, прям так и идет. Смотрите, в фильмах, я в американских это только услышала, когда в церкви на свадьбе говорят, у кого есть что сказать, вот говорите, а если сейчас не скажете, то молчите до веку. Понимаете как? Поэтому есть события, которые нам поднимать нет необходимости. Это людьми уже что? Прожито. Это людьми уже что? Вот то, что оно неосознанно процентов 90. Потому что никто не бегал тогда по психоаналитикам там и так далее, да? Да и сегодня очень сильные люди, которые понимают все, что дадено, да, но мне и с этим справиться должен кто? Я. Я сам. Хорошо, если я знаю, владею информацией, доверяю там, нумерологам, там, астрологам, я понимаю, какие у меня предрасположенности, вот, по таким, по макро, каким-то понятиям. Если это не мое, если я этого не знаю, значит, есть другие инструменты. Какие другие инструменты? Ну, например, разговор с самим собой, в прямом смысле этого слова. Вот я кто? Как меня зовут? Где я же уж умнейшую? Тут я же есть. Раз я есть, значит, я могу на себя что? Опереться? Или я ищу почему? Или я думаю как? Сегодня, в наше время, это становится очень актуальным. Это инструкция для нежелающих идти в расширение знаний. Без гордости, без достоинства нельзя. Но оно так лихо перекидывается в гордыню. Почки, какие ощущения? Мне хочется думать о сердце. Что-то я там ощущаю, какую-то тяжесть, что-то такое. Руку положила. Марина Струй. Страха у меня нет уже, давно нет, я как-то не заметила, он исчез. Закрыть глаза, спать и положить. То есть ощущения явно что? Поменялись, да? Да. Руку, у тебя яркие ощущения вот из серии на кого злиться? Или попустила? У меня на самом деле такое состояние, как будто бы вот то, что произошло, достаточно очень осознанно происходило. И было глубокое принятие. И достаточно, ну можно так сказать, может быть это что-то было жесткое, тут не буду включать догадку. Важно, неважно. Мне понятно, мне понятно о чем-то. Да, просто такое, знаешь, когда вот уже все свершилось, но нет, что я там сожалею. Я знала, что я делала. Мне это было надо. Да, но это трудно пережить, но принятия у меня много. Смотри, Марин, подними голову и скажи, я уважаю все, что тут произошло. Я уважаю все, что здесь произошло. Вы не могли по-другому. Мы не могли по-другому. Вы, вы, вы. Вы не могли по-другому. У меня очень мурашек прямо здесь, вот прямо идет одно... Склоняюсь с любовью и уважением и склонись. Склоняюсь с любовью и с уважением. Вы так хорошие, пошел. Говори, Сракин. Просто я вообще, я стала мягче, когда ввели на кого злиться. И я только на нее смотрю. И мне вообще не включают ни одно слово. Я на нее смотрю, и получается, что у меня что-то как в руках, я ей что-то как отдать хотела. Отдавай, Солнце. Ты же знаешь, у нас тут все пожелания. Вот сиди, намеренем отдавай. Отдает? Она не принимает это. Ух ты. Лена, скажи, мне пока не по силам. Мне пока не по силам. И меня это убивает. Я сейчас кое-что еще сделаю. Я на себя выведу. Я не пойму, Оля, нет? Лена, Сол, можешь помочь? Да, да, я с вами готова. Побудь, пожалуйста, тем, о чем я подумала. Лена Крюкова. Лена Крюкова. Есть реакция? У меня очень тяжелая ватная голова сразу. Хорошо. Просто будь, Леночка, просто будь. У меня как будто бы, ну, так интересно, сейчас такое ощущение, как будто бы с появлением, ну, вот этого, у меня чуть больше силы внутри возникает, но в то же время, что-то есть еще там. Ждем. Я попросила Лену Сол, будь тем, что усилит дух, душу, информацию, которую несет Лена, чтобы она способна была принять. Ребята, если воду на бетон лить, дойдет до земли? Это то, почему, когда Оля говорит, я хочу ей отдать, а Лена говорит, у меня нет сил, это... принять. Я попросила, Леночка Сол, тебя попросила, будь тем, что ее усилит. Лена ж не знала, чем она значила, говорит, да, у меня что-то появляется, надо подождать. Просто скажи, смотри на Лену Сол, найди, где она, скажи, мне пока мало. Мне пока мало. Лена Сол, ты слышишь ее голос? Да, он очень тихий и неуверенный какой, слабый. А у меня что-то еще звучит, мне что-то хочется убрать. Чтобы это легче вошло, что-то мне хочется убрать. Ребята, устойчивое выражение камень на душе? Да. У каждого у нас есть эти камни на душе. И растопить их, знаете, что может? Жар в сердце, любовь. Но какой же может быть жар сердца, если, например, печень каменная? Какой же? То есть, дерево не дает еды, да? Какой же может быть жар сердца, если оно давно истратило свои силы и стало каким? Слабым. А, почки не функционируют качественно и не могут там залить, там дать, там и так далее. Лена Сол, что-то меняется? Мариночка, ты сиди пока со склоненной головой. У меня вот была очень такая большая, объемная голова такая, и как сейчас оно с головы все стекает вниз. Вот и ждем, вот и ждем, потому что там все было сделано в первую очередь от ума и умом управлялось. Понимаешь? Вот там сильный очень был ум, мощная, мощная женщина, очень мощная женщина, да? Но она пошла за своим умом, за установкой, за чем, как еще пятая зряка меняла. Что меняется, Лена Крыкова? Когда слышу эти фразы, у меня есть принятие на это, как будто так, да, 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 да. Мне что-то хочется еще слышать, я прямо как будто жду эту информацию. Оля, Страхи, скажи, нам всем не хватило любви. Лена, достает? Оля, пускай скажет это включим. Хорошо, Оля, включи. Нам всем не хватило любви. Нам всем не хватило силы почувствовать любовь Господа. Нам всем не хватило почувствовать силы. Нам всем не хватило силы почувствовать любовь Господа. Больше идет разморозки в груди. Постукать захотелось в груди. Мариночка, клиент, Марина, может, пожалуйста, Богородицу отче нашу наклонись, почитай, почитай. Лена Сол, что у тебя? А, я пишу. У меня идет, так вот же я. как бы, что ж у меня... Понимаешь, а я о чем говорю? Вот же ж я. Без ума нельзя. Я для вас. Меня ж много. Без ума нельзя, да? И жить одним умом опасно. Вот он, про баланс. Я опять получила вопрос на консультации. Так вы верите в Бога? Мне говорят, ты в небо веришь? Ну, я так же в Бога. Я в небо верю. Вот оно есть. Я живу в небе, но ногами я стою где? На земле. На земле. Ребятки, это мое. Я к этому как-то пришла. Я просто имею честь с вами поделиться, как у вас. Это у каждого совершенно свое. Горюкова Лена, что там у тебя? Оля, начинай потихонечку просить ее принятие. Вот рученьки так вынула там. Просто намерением. Оставайся в намерении. Ух, Алина Сол, какая красивая стала. Ты глянь, выпрямилась, расправилась. Такая прям, ух. Опаньки, глянь, опять Леночку выбивает. Выбила, да. Нормально, нормально, ребятки. Мы все тут с вами по разным городам нашей любимой страны. И у нас тут все сильно непростенько. Мы как Ефрема сегодня две бритвы отдыхает. У нас это даже не лезвие бритвы, а хрен ему знает что. Таки идем же, правда? У меня шутки мокрые стали. Оля принимает? Я ее не вижу, я ее ищу. Не надо ее видеть, чувствуй. Сейчас, почувствую. Мне хочется сейчас плакать. Плачь на здоровье. Ну, это такие уже, не такие слезы, как было там. Ну, это уже, ну, такие добрые слезы. Я не знаю, если я созрею, то мы с вами, я предложу вам работу в переписке. То есть, вот так же, только сидим, переписываемся. Я делаю назначение. Вы пишите у кого там, что, куда, как. Я хочу выйти на уровень, когда можно работать без гаджета. Не знаю, в гордыне ли своей. Я просто знаю, что это не может, так оно и есть. Но до этого надо дорасти. Но мне это хочется. Именно с группой людей, у которых тоже задача расширять свои возможности. Не для того, чтобы в цирке фокусы показывать. Я та лягушка, которая танцует на помойке. Анекдот это знаете? Ну, мужик увидел, что на помойке лягушка песни поет, танцы танцуют, схватил, в цирк принес. Пошли деньги зарабатывать. Показывает директору, а лягушка не поет, не танцует. Директор, ты что дуришь-то меня? Он разозлился на лягушку, швырнул на помойку, ушел, поворачивается, а она опять поет, танцует. Все. У нас многие так бывают. Да, Наташа, да. Не тратить на энергии, она обработает. Я впервые столкнулась с этим, когда у нас, это был первый мой опыт остановочной работы в онлайне. Девочка уехала в Дубае. Это был третий, четвертый год. И без конца рубила связь. Мы в группе работали, а она только писала про ощущения и прочее. Тогда мысль возникла, думаю, надо отрабатывать. Но я это готова воспринимать только как практику развития собственных умений, никак не для демонстрации чудес. Так, Мариночка, поднимай голову, как ты себя сейчас чувствуешь? Хорошо. Загадочная фраза. Насколько тебя смущает то, что происходит? Не смущает. Я благодарю тебя за эти слова, потому что мы сейчас были в десятках судеб твоих... В десятках судеб твоих предков. И это не нашего ума дело. То, что сейчас проявляется, оно еще продолжает проявляться. Ребята, можете вторые назначения снять, вернуть свои органы, кто кем был. Леночка Сол, то же самое тебя касается. Таня Фиденко, почки, ты пока остаешься почками. А у меня тоже? Все, я перестаю передавать, да? Сейчас мы уточним у Лены. Получилось нечто принять. Лен. Меня вообще же сегодня выбивают, я просто в шоке. Ну, а я не верю. Ты же законы знаешь. Чем сильнее, реально и на самых таких как бы ответственных моментах постоянно выбивают. Ну, как какой-то определенный процесс и знак. А это нас пространство оберегает. Когда человек сознание теряет, когда запредельное тело говорит, ладно, слышь, ты рулевой, отдохни. Я тут само пошуршу. И я, когда с ведьмами начинаешь работать, ну, мы все ведьмы. Ведьмы, ведьмаки, в чем-то. Тут только успеть сохранить такое здравомыслие, которое ни в гордыню не скинет, ни в страх не уведет. Ну, как идет, так и идет. Никто ж сознание не потерял, правда. Никто. Ну, я вот, вот это как раз на стадии, где я должна была что-то почувствовать или принять, меня же опять выбило. Значит, это было для тех людей. Это было как что? Запредельное. Запредельное. Танечка Феденко почки пишет, что нужно уходить через 8 минут. Ну, я искренне сожалею, потому что, конечно, сейчас как раз мы начнем работать в практике с почками. А я поняла, вчера на занятии в среду ты, по-моему, тоже не принимала участие в работе с почками. Почки – это твое больное, и тебе здесь нужна очень серьезная проработка. Ну, я подумаю, как компенсировать, как тебя... Она принимала. Мы принимала. Но здесь нужно очень много. Ребят, у нас очень много. У нас есть слабых мест много по телу, везде много. Много слабых мест. Но какие-то места более, скажем так, слабые. Потому что, если переломали ножку, то не обматываем гипсом все тело, правда. Так и по органам. Может быть. Итак, я сейчас, Марина, хочу следующее тебе сказать. Где тонко там рвется, шило в мешке не утаишь. Шило выглядывало в виде твоих симптомов. Мы в раз и вынули это шило из мешка. И я не знаю, теперь этому шилу необходимости без конца где-то выглядывать вроде как и нет. Но у тебя есть привычки. Есть привычки установки ума. Поэтому нам с тобой твоя задача наблюдать. Я буду рада, если ты мне каждый день будешь писать самочувствие, возникающие мысли, не выводы. И потом мы еще посмотрим, чтобы ты сама выяснила, через какие свои имеющиеся установки тебе есть смысл перешагивать. сделать не так, как хочется, а так, как оно либо по пословицам, по поговоркам, по заповедям. Сказано родителей уважать. Вот и уважай. А если эти твари дискомфорт доставляют? Ну, так что старый, что малый. Вы много детей видели, которые дискомфорт не доставляют? А со стариками не всем везет. Молодость – это данность, старость надо заслужить. Не все заслуживаем мы старостью. Поэтому мы не завершаем, мы не делаем выводов. То, что должно было прозвучать, прозвучало. Я попрошу тебя сейчас вот прям руку положить и сказать, мне нужно время, чтобы почувствовать, понять и вырастить то, что мне надо почувствовать и понять. Говорит так. Я говорю. Мне нужно время, мне нужно понять и почувствовать. Чтобы вырастить то, что я должна понять и почувствовать. То, что мне нужно понять и вырастить то, что я должна понять и вырастить. Вырастить то, что я должна понять. Вырастить то, что я должна понять. Мне нужно время. я благодарю всех за работу мне нужно время я благодарю всех за работу встряхнулись кто может сам снимите свои названия снимите название свои кто может значит танечка фигенка остаемся на связи с тобой потому что я мы с дашенька без конца обсуждаем что как через что идти много сложностей возникает тем более у нас есть свое видение у тебя же есть свое видение на твоя жизнь поэтому твое видение приоритетнее я сейчас просто наташка закова останься пожалуйста я сейчас остановлю запись я я же автор ведущий трансформационных игр и иногда вот в три часа ну как бы это очень большой объем то есть человек не может взять все но всю ту пользу которая к нему приходит и поэтому я опираясь на опыт других конечно же авторов и я эту игру до эти игры у меня их несколько адаптировала под девятидневные программы вот и получается вот фейсбуке закрытая группа и там сохраняется вся методика игры да то есть все равно бросает кубик делает ход но каждый получает свое индивидуальное задание и потом это задание но обговаривается в группе то есть человек пишет как он сделал что произошло я свои там даю комментарии и вот получается что это игра длится не три часа четыре а длится девять суток ну и потом уже у каждого свои процессы запускаются и это очень эффективно потому что человек во первых не привязан по времени у каждому мы все сейчас очень заняты плюс имеем ограничения по свету интернету и человек заходит в игру тогда когда у него есть ресурс когда у него есть возможность и в то же самое время это получается такая глубокая качественная проработка лена знаешь я тебе очень благодарна что ты говоришь эти вещи понимаешь что мне помогает и мешает мое широкое понимание расстановок то есть мне везде где происходит включение где человек работает на других вибрациях ну других измерениях считай и особенно когда ты еще на день с собой не случайно что информационные игры ты глянь сколько они ну ну десять лет не больше как они начали ну десять я ими занимаюсь но наверное лет двенадцать вот прям может быть да 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 потому что замечательно эти вещи поэтому мне важно все это слышать и понимать чтобы меня не заносило нужно когда общаешься с человеком до меня доходит я расстановки вот так понимаю а чем-то понимает их по-другому вернее так понимает это не громкое слово знает о них по-другому это такая интересная тема я помню для меня сейчас поделюсь у меня было потрясение мы с семьей пошли смотреть фильм аватар в кинотеатр первый моему сыну было семь лет ну и мы с мужем и вот я помню я смотрела этот фильм у меня текли слезы это эйва это я тебя вижу меня так переполняла это все я под таким и мы все я вижу сын мой в таком восторге муж таком восторге я вот выхожу грина говорю как вам фильм и мне вдруг сына такие стрелялки так все бомбило так все взрывалось такой классный фильм я на в шоке таком сын говорю а тебе на мужа муж говорит не ну какие спецэффекты как какая уже какой уровень вообще я говорю вы вообще фильм видели понимаете то есть мы сидели в одном кинотеатре мы смотрели один фильм мы вы мы посмотрели три разных фильмов и все в восторге вот это так же и прорастанов хорошо спасибо итак уважаемые переходим к нашей практической части я уверена что каждый из вас непременно что-то для себя сделает марина как ты сейчас чувствуешь себя хорошо все достаточно итак внимание вы уже увидели что в работу с мариной я вошла через круг усин через органы я не готовила тебя к этому специально марин я просто эксплуатировала ну наше то доверительное отношение насколько для тебя марин было убедительно что в наших органах живет все это крутая библиотека микрофончик ключи живет что не не совсем вы имеете ввиду то что ребята говорили да что ну сначала мне я это понимаю что и просто сначала было непонятно как они могут это понять что чувствует они понимали они просто говорили что они чувствуют и все а вот можно уточнить маленький момент я перед расстановкой поела творог с овощами фруктами с кофе и и и у меня еще эти лосины чуть переживали у меня был полный ну живот и лосины и я думаю может быть это из этого они говорят спасибо шумушка шикарно говоришь ребята смотрите что сейчас происходит это марина говорит или это ее ум трудится ум конечно трудится понимаешь в чем дело дело в том что вот я стараюсь мне это сейчас облегчает работу с клиентами когда мы понимаем что надо разытождествить немножко мой ум это мой инструмент без него никак нельзя но зависит от него то есть не важно как у меня был живот важно что конечно не важно а это был вопрос а теперь шикарно главное самый плохой вопрос в расстановках особенно знаешь какой незаданный не прозвучавший самый какой вопрос плохой а не заданный не прозвучавший любой вопрос который даже кажется тебе глупым или еще каким-то или сильно умным его важно озвучить ну пусть допустим на группе так в личке да и так внимание почки орган который в нашей системе играет необычайно важную роль студенты знают желающие узнать предсоединяться к учебному курсу к следующему вот и самое главное это энергия если у человека нет жизненной энергии если человеку не хватает силы ясности еще чего то вопрос ко всем органам но зависимости от того как человек выглядит себя ведет как он там что проявляет частенько это сталкивается с почками поэтому сейчас я предлагаю вам опытным товарищам могут сами творить выдумывать пробовать но я предлагаю взаимодействие со своими почками я вот размышляю наташа казакова наташа чтоб я правильно наташа фамилию произнесла ошедша да прости верно у вас хорошая память да это просто написано на английском я сижу на каком языке я читаю а вот смотрите есть необходимо делать демонстрационную работу или я расскажу а вы в своих сколько на 12 да ну да четверочка а вы в своих четверочках сами поработаете или делать демонстрационную работу для экономии времени я думаю что вы сами справитесь здесь у нас нулевых нету оля ткач вас готова услышать я нулевая нулевая ну хорошо тогда тогда сам тогда со мной будете расстановках ничего не знаете вот я сейчас учусь у вас на основах сейчас как раз сейчас как раз прохожу а вы вы учитесь у проскул да да здрасте нулевая ничего себе все равно тут я вас умоляю это не нулевая нулевой это который случайно увидел рекламку понял что дело открытое зашел в группу подскакал посидел так уж что за шабаш что за сектор вот это вот это вот это вот третий поток у проскул это интересно ну как и все предыдущие два вот в практиках принимаете участие там да ну так замечательно значит мои прыжки и ужинки тоже на практике уже видели итак внимание тогда я предлагаю следующее выводим информация состояния почек прям проговаривайте информация состояния почек сильно талантливая про наших студентов можете вывести информацию состоянии мочевого пузыря потому что мочевой пузырь паре но это только для студентам которые в нашем курсе можете этого не делать богдан уже простил все было отлично вот итак информация состоянии почек про мочевой пузырь это для особо творческих так основной страх который живет в моих почках в настоящее время добиваем добавляем фразу в настоящее время следующий вариант берете любой предмет я забираю из этой информации то что лично мне не принадлежит и выводите на третью фигуру вас четыре человека смотрите как меняется схема традиционная когда я это вижу когда я тебя слышу задача проявить понаблюдать словесно повзаимодействовать оследить динамику перемен в состояние в состоянии теперь я это вижу мне достаточно благодарю есть необходимость сказать там я удивлен я удивлена говорить творчество вот в этих пределах кто услышал какая основная задача сейчас в этой работе shocking напряжение снять напряжением как следить динамику перемен что поменялось да но отследить динамику перемен не для того чтобы第一у его beta что подследить вы когда пенку с первого блюда снимаете вы зачем это делаете кто сам варит кто снимает понятия не имею зачем меня так мама научил этого будет достаточно этого будет достаточно и так сейчас я ставлю на паузу делите так наталья квиточка это ты у нас без этого да ну посмотрим как сложится так оля вы меня обрадовали да я всегда с большим трепетом отношусь к проскуловского проекта вот к этому очень сложно относилась потому что у меня к вам вопрос вот уже как студенту третьего потока можно основу расстановки освоить за три месяца конечно сложно мне понравилась пауза и задумчивый взгляд потому что я пока слушаю кажется все проще простого но когда тебя спрашивают у тебя ты ступор и ты у тебя все вылетела в секунду вроде бы ты не училась никогда я вас огорчу и обрадую когда я столкнулась расстановками 2002 года в общем лет пять прошло я всегда была в немом недоумение платишь бешеные деньги приезжаешь знает куда работаешь немцев чуть спросишь он говорит почему я так чувствую мне потребовалось 20 лет понять что почему они так отвечают и я тоже сегодня но сегодня уже другое выросло понимание уже вырос тот вот вербальный аспект выросли оболочки слов которые что-то там можно и сегодня кстати упроскуловская 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 горбук вот этот упроскуловский это ну это то что можно будет назвать учебником я думаю что мы в ассоциации подумаем вместе с упроскуловцем тоже здесь можно воспринять как учебник ну там с какими-то дополнениями да вот почему я осталась в проекте как преподаватель потому что там одно слово есть основы расстановок именно основы расстановок думаю я знаю что это все равно будет идти к людям я знаю что каши будет много обломисик будет много потому что ну как музыкальную школу много народу ходит профессиональным музыкантами многие становятся вы поняли он у меня музыкальная кровавая школа у дашеньки по классу скрипочки по красу альта музыкальная школа музыкальное училище да вот недавно скрипочку купили потому что она как академ концерт в училище сдала так и в руки не брала больше вот так складывается поэтому расстановки это из этой же серии надо такой для самопознания инструмент невероятный для сам мира поэтому я готова немножко за это подраться и поучаствовать в самых с коллегами у нас вот многие преподаватели с которыми начали на первом потоке до дома на линии ребята я против того что до 3 месяца студентов делать игры да нет вопрос я тоже вначале была против а потом думаю кому надо возьмут то что надо и добьются и так вот только хотела дополнить можно за три месяца можно успеть влюбить в расстановке а обучаться совершенствоваться мы продолжаем по сей день вот я со второго потока и это просто ну видите наташа вот из вашего потока из вашего потока вашему потоку чё повезло ну значит там были программы когда пускали многие по-моему и тиана и я не знаю ген пускал на расстановке по запросам которые шли да вот я каждый раз студентам задавала какой вопрос смотрите но ведь мы же не работаем так как мы вас учим ну что каждый раз когда работал даже сегодня как можно понять что вот я делала но я счастлива что многие это многие студенты которые идут у нас мышь даже всего тут третий год как мы 2000 петр третий год как мы объединили вот эти знания древние будем говорить древние ведические тибетские знания да вот с расстановочными моментами и вот сегодня наташа вот насколько для вас было убедительно что я вывела информацию о состоянии здоровья фактически по органам да а потом как они начали лезть все эти обиженные несчастные и и как их называют ничего мне по порядку ставить то вы чё шутите какие порядки пусть прозвучат а теперь самая главная трудность будет какая для меня для мариночки для которой мы работали а привычки то сформированы правда и вот теперь если в индии если говорить о терапевтическом аспекте расстановок семей вот назвать то что мы делали для марины можно назвать семейной расстановкой но члены то семьи были называем многоуровневый называем интегративный но это как раскрытие какие-то моменты но когда мы ведем работу вот по кругу гусин выручала очень выручала сначала войны как только баланс органов наводится гелки полки сразу такое равновесие возникает и я не знаю наташу во втором потоке по моему вы должны были видеть меня там солдаты отзывы давали бойцы наши заигание за расстановки проходит паническая атака там проходит да с этими темами которые называла стабилизация психоэмоциональной сферы с использованием отработанных приемов отработанных протоколов системных расстановок вот меня пусть шевченко университет принял с этой темой но непонятно то что происходит и это настолько просто что добраться до этой простоты сложно мы выводим информацию о состоянии я толкнулась только от понятия баланс балансируется состояние между органами вы же видели вот в этой работе которые вы сейчас видели что вы видели органы начали друг друга видеть печень говорит я теперь могу смотреть на сердце я теперь то есть установились что какие связи энергоинформационные связи в моменте за счет этого эффекта выведения в проявленное снижение напряжения установление связи у человека выравнивается состояние и вот сейчас я с бойцами особенно когда работаю некоторые полтора два три дня спят после такой работы то есть что происходит проявляется напряжение они начинают чувствовать эту усталость тело их вырубают они спят просто спят а вот у многих такое бывает но здесь опять таки с теми же бойцами надо сильно смотреть они приходят не за развитием они приходят чтобы с ума не сойти и так далее и конечно для психологов работы много будет но вот эти потрясающие инструменты как их доносить до людей ну как ну вот только так по-другому не могу сказать в начале вот на сатсанг любопытствующие там набежали набежали сегодня смотрю вот я тоже ролики видео выхожу не прибавляется народ начале было 50 потом 100 сейчас там уже 170 человек да а я понимаю рынок пересыщен люди уставшие я буду говорить о пространстве украинском европейском да люди уставшие люди перегруженные и вот эта тяжесть она всех касается поэтому давайте посмотрим как сейчас вашу тяжесть снять так мы посоветовать мы посоветовались и я решила я давайте для вас поработаем просите нас работе ты я уже натяжу не так поработайте для меня пожалуйста поработайте для меня пожалуйста еще раз ты успела вот эту мою песню услышала почему я предлагаю просить о работе услышала эти мои слова вначале потому что мои коллеги как правило такого не делают но у них по другому как-то для меня это работа с гордыней что ли чтобы мы сотрудничали на равных мы чтобы мы были у кого как получается поработать наташ благодарим за доверие благодарим за доверие давай тогда мы сделаем оля сейчас так пользуюсь тем что уже я с вами чтобы скорость увеличить наташа будь пожалуйста информация о состоянии почек оле в настоящее время квиточка писать будешь сейчас увидим молодчинка и так наташа квиточка ты самый страшный страх который живет в почках оле в настоящее время так наташенька которая на мониторе какие ощущения в теле сразу захотелось пить и по телу пошел такой как холодный пот влага влага такое тело стало липко влажным так же нам квиточка пишет свои ощущения оля вот когда ты слышишь то что говорят твои почки какие у тебя ощущения в теле так и говори когда я это слышу а это слышу у меня тоже так начинается причем почему-то даже по рукам по всему я то ли не имею то ли холодею что-то в теле вообще всем происходит у тебя есть претензии к твоим почкам у меня наверное есть только я не прислушиваюсь вообще за беда к своему телу это честно подожди вот наверное расшифрой что болевые ощущения или цистит или что у тебя как периодически да смотри наташенька несущая информацию о твоих почках четко что продемонстрировала почкам чего-то не хватает это отдельная история чего ну вот то что сейчас проявляется приготовься потому что может рези появится может еще что то что потому что сейчас мы информацию толкнем а сейчас мы посмотрим наташа переподключиться с телефона к нам и что она нам расскажет о страхах а мы пока сделаем так оля обратись поч exclude дорогие мои этой руки положи вот две ручки вот так вот на почки сзади дорогие мои почки даже не представляла как вам нужна моя забота кив abrasитесь который вот я не представляла как вам любит моя забота gardening как которые когда я тебя слышу на них мне это мне очень приятно что наконец-то и вот вот долю внимания какое-то я получила. Я сейчас обратила внимание, что я сижу на краешке стула, вот у меня вот так теребят пальцы и вот этот вот холодный липкий страх почему-то у меня идет. Ну, сейчас Наташа должна с телефона переподключиться, а мы сейчас посмотрим, что она нам как раз расскажет по своим страхам. То есть, понимаешь, Оля, что дают расстановке? Они дают возможность подсветить и узнать в прямом смысле этого слова. То, что нам недоступно для понимания. Ну, ты уже как обучающаяся в программе Упроскул, ты уже понимаешь, о чем примерно идет речь, да? Вот. Наташа, вдох-выдох, расскажи, какие ощущения? Вы меня питаете, да? Да. Ощущения. Взагали сжата все. Сжата. Голова болит. Верхняя часть. Шия сзаду, зажим. Ну, не знаю, может, это моя особисть... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, красивая девочка в красивом платье. Ум Выключи. Ты сказала много важных вещей. Упаньки, аж телефон обиделся, глянь, аж завис Киточка, я тебе благодарна, что ты терпишь мои вытребеньки Посмотри, Оля, какое большое количество напряжения И сейчас я сделаю то Телефон на телефон, давай Я сейчас заберу с этих страхов Из почек информацию, которая тебе лично не принадлежит Я просто вот так вот делаю Могу делать это намерением, без предмета Наташа, что меняется, Киточка? Как-то все внимание на предмет ушло И как будто вот это состояние туда ушло Что осталось? Ощущения в теле? Ощущения в теле выровнялось Но все внимание на вас Я не знаю, почему Прям вот только вас вижу Больше никого Хорошо Почки что? Я выдохнула Но сейчас у меня такое ощущение Как будто я в воду опущена Вот давление на уши Какое-то я даже пощупала наушники Думаю, может быть это Я услышала Наташенька, что ты знаешь Оля, что ты знаешь о своем рождении? Про джет? Я о рождении не знаю Но у меня самый большой страх – воды Мне почему-то снится, что я тону Либо у меня топят Ну это, скажем так Или околоплодные воды Или еще как Или действительно Кто-то когда-то в системе Где-то там, что там Это фоновая информация Которая присутствует Смотри, я сюда вот забрала Сейчас я эту информацию Перенесу на себя Чтобы посмотреть Кому принадлежит Вот я просто ее снимаю Причем я счастлива Я вам просто девочке говорю Кто пойдет в расстановке Вы научитесь этому Ой, Господи Можно безо всяких предметов Без каталитических рук Намерением переносить Я женщина Мне плохо Напоминаю Я сняла информацию Из почек И со страхов Которая не принадлежит Лично тебе Так я куда вышла Хором отвечаете Систему рода Ой, как Мне все равно Там у суицидов ничего Не знаешь Суицидов не было по роду У меня папа повесился Когда мне было Два годика Это тоже привет Отсюда же Царство небесное Папе Женщина такая Измученная Ой, елки-палки Оля, говори, пожалуйста Мне жаль Я вижу твои страдания А изменить ничего не могу У меня вздох Закрылись глаза Я выпрямилась Оля, руку на сердце положи Скажи Теперь я знаю, что Твоя история Есть И во мне Я даю ей место В своем сердце Я даю ей место В своем сердце С любовью И уважением С любовью и уважением А как хорошо Меня как отпустили Квиточка Что там у тебя? Я начала Видеть Наталью Олю Тоже Отпустила Очень Откликнулась Про повешенных Прямо Горло Передавила Оля, говори фразу Я слышу это Я слышу это Вы не могли по-другому Вы не могли по-другому Тогда для вас это был выход Тогда для вас это был выход Склоняюсь с уважением Вашей памяти В вашу честь Склоняюсь с уважением Вашей памяти Хорошо Склоняюсь Наташа Достали Бочки Что? Хорошо Я выпрямилась Села Прямо Полностью на стул И теперь у меня в теле тепло Такое жизненное тепло Раньше какой-то Литкий холод А сейчас Нормальная температура Живая Когда я входила Знакомиться с расстановками Обучаться И так далее И так далее Да? Тогда, естественно Никто так не работал И в голову Мне это не пришло Сейчас мы вышли Всего лишь навсего Выявили информацию Оле о твоих почках Да? О страхах Ну Пофокусничали Почему то, что я предметом забираю Я где-то уже Вот в этом году У меня уже получается Я могу просто сидеть Мысленно Намерением Я бы думала Что это моя фантазия Но у людей ощущения Это меняется Смотри, что сейчас Произошло Я вам говорю Потому что вы Упроскуловцы Я вас как преподаватель Дотягиваю Разрядилось напряжение Страх Говорит Я это Поменялся Ты физически Как, Оля? У меня Когда я нагнулась У меня такой холод Пошел по спидне У меня там такая Пустота Я не знаю Радоваться или Наблюдать Да Дорогие почки Остаюсь в намерении Заботиться о вас Дорогие почки Остаюсь в намерении Заботиться о вас Благодарю за работу Благодарю вас всех за работу Стряхнулись Снимаю Во благо Ребята На секундочку Подумайте Мы побывали в пространстве Твоей родни Прикоснулись К ужасу Невыносимому Который заставил Ну пойти Против правил жизни Против Бога Я помолюсь Чтобы у тебя Уважение К тому Что происходило Просто Оставалось здесь Для людей Забубушных Можно идти В ритуалы Надо четко Понимать С кем имеешь дело Если вы видите Что люди Ну как сказать Книжка Была только в школе А так там Диван Телевизор Таким людям Надо рекомендовать Что Соображать Кому Кому в церковь Кому психологу Кому к этому Как он называет К товарищу Который эти депрессанты Выписывает То есть нужно четко Понимать Кому Что Вы здесь все При памяти Мы проявили информацию Динамика поменялась Так Что нам надо Ничего Мы задачу выполнили Спать легли Выспались Вот это из этой стереи Виточка Просе работ Наташ Просе о работе Поработайте Для меня Пожалуйста Экономим Время Оля Это информация О состоянии почек Энергетическое состояние почек Наташи В настоящее время Наташенька Ты Информация Об основном страхе Который Наталья В настоящее время Живет В этих почках Может она его Не это самое Наташа Очень много чего боится Я вообще В напряжении У меня страх Наказания Сейчас Ну вообще Сейчас очень много Страхов и напряжения Именно в данный момент Это делает тебя красивее Все Ой блин Напряженная Меня это делает Очень Знаете Как красоту Не бордят Не выступай Оля Рассказывай Ну у меня Только хлад В ногах Вау Угу Я не хлад В ногах Наташка В мокром купольнике На пляже ходишь? Нет На работе я Нет Когда на пляже? Хожу Да В мокром Ходи дальше Ежели хочешь почки потерять Заботиться о почках Надо все в тепле Прогреваться Наташа Что у тебя? Ну вот Я съежилась Как замера Мне хочется Замереть Ну опять пошли По той же схеме Значит Наташенька Из того Что ты сказала Что ты боишься Наказания И так далее Я понимаю Что твоя аналитика Работает в контексте Понимание Что ты что-то Сделала не так Я так говорю? Ну это с работой связано Я понимаю Да Так Давай так Это уголовное дело? Нет Все Выдохнули Выдохнули Боится Она наказания Я забираю информацию В первую очередь Вот с того страха Что тебе лично Не принадлежит Наташа Что меняется? Мне легче Упаньки Смотри Квиточка Что делаю Ой Господи Так Квиточка Вспомни первого Отца Сони Да Попроси у него Прощения Юра Прости меня Склонись хорошо Распрямляйся Возможно Потому что Я знаю Твою историю Но я сняла Вот здесь Вот информацию Мужчина Который молчит О том Чего он боится После твоего поклона Это стало сильнее Но Я вздохнула Могу смотреть прямо Я сегодня Вспоминала о нем И писала О его сестре родной Что если нужна помощь Продукты купить Я готова помочь Наташа У меня слезы Это же промежность Сжимается У меня слезы И я как-то слабею Сейчас очень важно Чтобы это прошло Страх что происходит? У меня что-то Как поле под лопаткой С правой стороны Ну потому что Там вздернется Сердце Печень вздернется Смотри на то Что я сейчас сделаю Я сейчас беру Эту информацию И возвращаю Ее Страху Страх наблюдать Что будет происходить Мне все равно спокойней То есть смотрите Почему я то Что забираю Возвращаю Ну проскуловцы Делайте как вас там учили Если хотите Вот это дать Передать Отдать Моя позиция Все что дадено мне С этим работать кому? Мне В расстановке Я сняла напряжение Да Но я эту информацию Опять вернула кому? Вот туда Откуда я сняла И эта информация Стала уже какая? Менее Напряженная Да Понимаете? То есть Звучка Да на солнышко Оно Не такое страшное Страх Который я пошла Он уже не такой Страшный Потому что Меня так порадовало Спасибо тебе Деточка Что ты это И включаешься И сестре И ему У меня сейчас Мурашки по коже идут Молодец Наташа Вот это Это движение Понимаешь? Вот я когда У проскуловцев Когда видела Кто-то ко мне приходил На Офлайновую работу В сети наблюдаю Кто чего делает Там Все равно Девочки из вас Единицу держатся Как расстановщики Именно И мне так понравилось На практике Я на практике Вопрос по-моему Задала Оля Вашей Ты в русскоязычной Была Или в украинской? В украинской Значит Не была у меня Я там у ваших Я русскоязычную Группу вела Или Гена Или Тиана Эту тему вел На украинском языке Значит И я задала вопрос Говорю Ну Что меняют Расстановки-то? Так Пауза Пауза И несколько Ничего не меняют Но мы другими становимся Но это Это факт Понимаете? Ох Как ты себя Сейчас чувствуешь Наташа? Ну Мне легче стало Ну Пореви Малыш Конечно Горько От того Что он Не принимает Или не хочет Принимать помощь Но Наташа Давай здесь Удивляться Ничего не будем Главное Оставаться в намерении Потому что Для Сони Ничего нет Важнее сейчас Чтобы Человеческие Отношения Были Благодарю за работу Благодарю за работу Встрекнулись Во благо Так Наташенька Давай про себя работе Работайте для меня Пожалуйста Хорошо Наташа Будь пожалуйста Информация О состоянии почек Наташа Я состояние почек Наташи Оля Оленька Ты Основной страх Который живет Сейчас В почках У Наташи Ну живет Присутствует Я стою По стойке Смирно Голова Зажата Давление На верхнюю часть Головы Зажатая Смотрю на Наташу Наташа Пожалуйста Когда я тебя Слышу Когда я тебя Слышу Ну я узнаю Себя У меня Очень много Мыслей в голове И Такая Очень требовательная К себе Ты Это ты Но Она же Твои почки То есть В почке Находится Что Зажата Напряжение Напряжение Угу Почки Находятся В напряжении Я прям Чувствую Боль в область В почках Сейчас Положи руки На спину На почки Не выворачивай Как удобно Просто положи Дорогие мои почки Я даже не представляла Как я мешаю вам жить Дорогие мои почки Я даже не представляла Как я мешаю вам жить Выдох пошел Наташ Да Мне хочется Огладить их Знаете Так вот Огладить Я хочу плакать Снять напряжение Наташенька Скажи Я формирую намерение Как заботиться Я формирую намерение Как заботиться О вас Страх Что происходит У меня почему-то С самого начала Я вот Меня сгибает Я выгибаюсь Намерением А меня опять сгибает И я смотрю Почему-то Все время Вот Это вправо Право Кошуть И начинает У меня Правое ухо Стрелять Вот Я не знаю Что-то у меня Выравниваюсь И опять Меня сгибает Наташка У тебя один брак Да Отношения с отцом С моим отцом Сложные У меня отец Спил Скажи Папа Я до сих пор Боюсь Твоей любви Папа Я до сих пор Боюсь Твоей любви Страх Что происходит У меня Мурашит По ногам Особенно Вот эта Правая сторона Почему-то Очень сильно Пошел Мурашки И холод По правой стороне Наташа Скажи Папа Мне стыдно Что у меня Такой отец Папа Мне стыдно Что у меня Такой отец Страх Есть замирание В груди Уля Угу Есть Я даже Дышать Перестаю Перестаю Почему-то Да Ну да Поймите правильно Когда ты долго Работаешь Я чувствую Каждого из вас Но я не имею Права Об этом Сказать Потому что Это мои Ощущения Мои слова Да А ты А ты Тягивает Самое Сильное Ты Забываешь Сюда Не смотришь Ты Смотришь И тут Что-то Происходит А теперь Смотри Наташенька Скажи Прости меня Пожалуйста Дорогой Папа И хорошо Склонись Руку сюда И хорошо Склонись Прости меня Пожалуйста Дорогой Папа Страх Я выровнялась Мне легче Что-то хорошее появилось Я ровненькая Слышу Почки Я тоже Склоняла Голову Сейчас Выровнялась Уже Наташенька Поднимай Голову Медленно Какие Ощущения В теле Ну Как будто У меня Какая-то Мягкость В спине Появилась Гибкость В спине Если Будет Настроение Возможность Включайте Запись Не смотреть Запись Совершенно Не обязательно Каждый Свой кусочек Ищите И догоняйте Додумывайте Дотягивайте Что и как Как не любить Расстановки Посмотрите Несколько мгновений Несколько минут И после этого Это я уже Упроскуловцем А Ты что же Упроскуловцем Чуть Ну согласись Что тебе Упроскуловцем Было интересно И легко Те три месяца Которые ты работала Я правильно говорю Потому что Она туда кинулась Там с моей подачи В первом потоке С моей подачи Было Чет 15 Наверное Людей Я всем сказала Идите Убедитесь Что вы уже Расстановщики Знаете Ты же себя комфортно На родосвете чувствовала Давая мастер-класс Да И все Надоест зарабатывать деньги На своей работе Пойдешь людям Людям пойдешь Сложить в другом качестве Только пока Пока не вздумай Пока там платят Работай там Услышала меня Да Все Да я В напряжении Постоянно достала уже Ну Время покажет Вся страна В напряжении Не выделяйся Наташенька Вздохни И поблагодари Нас за работой Я благодарю вас За работу Здесь я Я еще и на общей группе Это повторюсь Завтра мы с нашей Делаем группу Четырехчасовую Про деньги И тоже будем идти Связываясь Кругом усин Мы для себя Столько открытий сделали Вообще За этот период Углубляясь В эти знания Поэтому Welcome Смотрите там Условия Что куда как Не хватает Или там Что там Денег Нет Придумывайте Что я хочу Ага Придумывайте Что как можно сделать И Здесь для упроскуловцев В сентябре у нас Сейчас мы заканчиваем Расстановки В китайской медицине Продолжение этого курса Он будет называться Расстановки в аюрведе Даст возможность Людям Которые имеют Представление О расстановках Вырабатывать Свой формат работы И смотреть Как Показывать Клиенту То есть Свои знания Это святое А вот как еще Клиенту показать Что от чего У него зависит Так что Смотрите Смотрите Из-за информации Вам еще Ура не сказали Когда у вас выпускной Ну вот В конце Августа Да Ну хорошо Может быть Если буду Там буду об этом говорить Если нет Вот тебе сказала Следите за информацией Все ждут Все хотят продолжения Все хотят продолжения Вот этого мало Тут надо Ребята Не ходите Больше всего на свете Я боюсь Блин Завтра эти Сволочки Примьют Или там еще И не успею Вот это жалко будет Все Я закрываю Сессионные залы Пока я их закрываю Отдохните Пожалуйста Отдохните Господи А вот они Угу Ну и поздравляю Выживших Поделитесь Что у вас получилось Чудесные работы У нас Три очень интересных Работы Было И Очень ярких И У меня Очень много Энергии Поднялось В связи с этим Благодарю Благодарю Делиться так Подробностями Не буду Но это очень было Ярко и красиво Благодарю Замечательно Так Кто еще Что добавить Ну Инга Спасибо большое Что ты была с нами Запись будет Смотрите Заходите Заходите В наше Вайверсообщество Там информацию Стараюсь не перегрузить Но чтобы она была Я могу добавить Мы сошлись на том Что Нет Знаете Как в той песне Тишины хочу Тишины хочу Мы вдвоем С Волей были Нас никого больше не было Мы так камерно С ней поработали Вдвоем Я вас поздравляю На предыдущих курсах Вот я Маринка Я вам показывала Что мы с вами делали Вводили информацию На разные части Тела То есть можно Как угодно Это делать А уже когда Вы такие Ну продвинутые люди Я вас считаю такими Вот я Про тебя Спокойно Можно сидеть И работать Вот так Вот мы с Улей Да Спокойно Как поработали Я впервые Так начала работать Мальчик в Японию Семья уехала Да С мамой Так складывалось Опять Где-то Япония Дай бог Всему здоровья Вот И мы работали Вот с виртуальным пространством Но здесь Так не со всеми можно Потому что Момент заигрывания Вот смотрите В позитивной психотерапии Есть При работе С метафорами Есть техники Интерактивных трансов Интерактивные трансы Они чем-то связаны С тем же Что происходит В регрессивных сеансах То есть вот я Что-то транслирую Я что-то вижу Но в интерактивных трансах С позитивной психотерапией Я вижу то же Что видит клиент Вот Если так Умеючись И Такой опыт Дает возможность Не в фантазиях Присутствовать Потому что Когда ты работаешь В виртуальном пространстве В своем виртуальном пространстве Психоанализе Это как называется Фантазия Да Когда ты там работаешь Пойди разберись Это твоя библиотека памяти Организует тебе Что там показывает Или оно есть Вот Ну вот Так вот На самом Деле Поэтому Чтобы не заигрываться Осторожно Выбирать Что с кем делать можно Хорошо Марина Как тебе было наблюдать За тем Что делали люди Да Ну мне интересно Я Достаточно глазки Это самое Отлично Хорошо Оля Марина Что скажете Я хочу сказать Что я вообще Сегодня должна была Идти в парикмахер И у меня заболел Парикмахер И я попала на группу И я Марине Очень благодарна За то Что я была заместителем Потому что Ну как бы У меня еще вчера вечером Начало плющить Я думаю Неужели Такая группа Будет интересная Когда мне сказали Что я не пойду Парикмахер Такие да Так что Благодарю вас Замечательно Хорошо Марина Я так же Так что 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 Складается Ну мы же знаем Что Розстановки Вони Пускать Я тоже Поехала Тут Через Нахожусь В іншей Країні Там З интернетом Но все Можно начала там что-то где-то как-то делать. Итак, дорогие мои уважаемые, если сейчас есть еще кому что сказать, пожалуйста, выскажитесь, напишите там чат, как следующий сатсанг, в следующую пятницу, опять примерно по такой же схеме. Если я понимаю, что ну хорошо, мне хочется чтобы расстановочный сатсанг был пространством именно для практики системных расстановок. Пока я готова его продолжать вести в открытом формате. Все, кто знает, кто располагает времени, пусть присоединяются. Вот как там дальше будет складываться? Завтра мы с нашей видеогруппу о про деньги. Тот, кто видел видеообращение, которое я сделала, здесь возможно действительно разобраться, что мне по силам и по какой причине. Кто-то не знает, куда миллион одевать, есть такие. Кому-то они жизнь переходят. кто-то не знает, что делать с десятью гривнами. Анекдот отходит один всем, нашел на дороге кошелек, посчитал, не хватает. Мы все находимся вот в таком режиме. Поэтому завтра с девяти часов, два часа мы закончим по-любому, ну плюс-то, может, 15 минут, как процесс пойдет, не больше, у вас будет возможность поисследовать, в каком состоянии находится моя система, физическая моя система рода, чтобы способствовать моим возможностям быть в ресурсе для зарабатывания денег, умения их распределять. Это будет завтра. В воскресенье, как обычно, в 9.30 Стас ведет группу для студентов, в тех, она идет факультативную группу по ведической нумерологии астрологии, где при помощи расстановок, не на каждом занятии, но в основном старается тоже включать, углубление идет вот на чувственном уровне, опять-таки, для познания себя. Итак, я благодарю вас за сегодняшнее пространство. Искренне надеюсь, что вы день проведете дальше лавости. Врата льва, так врата льва. Ну, я, кстати, лев, да? Вот точно думаю, что ж это мне так? Не до учитывать всех этих, как их называются, порталов и так далее нельзя. Зависеть от них тоже нельзя. Но если передо мной двери закрыты, я придумаю, каким другим способом попасть туда, куда мне надо. Человек, существо. Мы вообще живем в эпоху разумной эволюции. пообещайте, что сейчас есть возможность водной процедуры. Нет возможности водной процедуры попить чего-нибудь, как следует, и на свежий воздух. всего доброго. Благодарю вас. Благодарю всех. Продолжение следует...